Вот вы думаете, он хотел сейчас поставить шпионку Похитителей Солнца? Нет, он не хотел. Он хотел просто жить в покое. Вы торговали, господи. Зефриса Великого. Ага. Ага, все, я понял, как она работает. Я не верю. Прикинь, он Назаре поставит. Я в шоке выйду просто. Ага. Реально Назаре? Спирт окрыл. Ну да. Продолжение следует. Очень интересном контроль чернокнижники, который еще имеет вот эту вот изюминку, которая состоит как раз таки из взорений хаоса. Скажем так, это голокрон чернокнижник, прокачанный абсолютно всеми картами, практически абсолютно всеми картами, которые вы сможете найти в приключении Пробуждения Голокронда для чернокнижника. Эти карты это взори хаоса, который обязует вашего оппонента ломать себе монокривую, просто устраивать какую-то клаунфесту из своих карт. Вот вы думаете, он хотел сейчас поставить шпионку Похитителей Солнца? Нет, он не хотел. Он хотел просто жить в покое, но мы не даем ему это сделать. Мы не даем ему выставить секрет, а потом сделать шпионку, потому что он обязан это сделать. Иначе шпионка просто сбросится из его руки благодаря боевому кличу Зорина Хаоса. Стоит отметить, что я не знаю, как Зорина Хаоса работает с руками, скажем так, да? С руками оппонентов, у которых просто нечего разыграть даже на следующем ходу. Спасибо, очень сильно давим, как бы, да? Стоит отметить, что минус пол лица на четвертом ходу мы делаем, потому что эта колода является гибридом Зу. Голокрон чернокнижника с элементами контроль чернокнижника. Тут есть кара огненная, которая офигительно синергирует с драконьими бесами, которые появляются при вызывании, что позволяет вам с невероятной ценностью размениваться с огромными существами, меняя ваших каких-то отчасти бесполезных бесов. Поняли? Ха, бесполезные. Ааа, Ханс сдался к 100. Катка номер 2 попались на мага. Стоит, наверное, мне продолжить объяснять, что вообще с этой декой делать. Является это гибридом, как я уже сказал, Зу, чернокнижника, Голокрон, чернокнижника. Хотя нет, наверное, это все-таки будет просто Голокрон, чернокнижник с элементами контроль, карты и прочее, прочее. Попались мы на мага, и это идеальные условия для того, чтобы протестить новые супер-хутые карты, такие как в Зорине Хаоса. Наверное, вот исключительно, если вы игрок на чернокнижнике, то вы просто обязаны купить новое приключение. Совсем скоро я выпущу ролик о том, насколько выгодно покупать это приключение и вообще кому оно сдалось. Нужно ли его покупать за голду, нужно ли его покупать за деньги, стоит ли оно того. И могу сказать, что для чернокнижника еще как стоит. Вот сейчас было печально и жалко, но, заметьте, мы только что выторговали, выторговали, господи, Зефриса Великого. Ага. Ага, все, я понял, как она работает. Если у него нет карты, которую вы можете разыграть на следующем ходу, он не сработает. Вау, это так обидно. Ну, вообще, это был правильный ход, то есть по манне кривой, по всему прочему, это все замечательно, но очень жалко, что оно не будет поражать карты, которые стоят больше количества маны, которые у вас есть. К сожалению, в Зоне Хаоса оказался не такой сильный карта, как я думал, но, знаете ли, я закрою на это глаза. Реально, карта все равно хороша, я закрою на это глаза, действительно. Карта мощная, она только что заставила Зефриса разыграть, до этого заставила Ханта сделать какой-то нелогичный абсолютно ход, который он точно не хотел делать, и она остается тем самым темпобрейкером, да, ломателем темпа, который просто помогает этому чернокнижнику держаться на плаву в современной, очень сложной для адаптации меты. Попались мы на Биг Мага. Биг Маг до сих пор смешно. Не знаю, если вам тоже до сих пор смешно, ставьте лайк, мне нужно больше лайков под видосом, подписывайтесь на канал, все дела. Как этой штукой играть? Значит, вы вызываете Галакронду, вы флексите своими новыми картами из приключения, вы также, если очень-очень вас душат различные агрессивные, например, Ханты, у которых есть пушка за 3 маны эпическая, которая не ломается почему-то, если у вас есть дракон, да? Если вы... О, спасибо! Здравствуй, ты помнишь эту карту? Я помню, она очень классно это чистит. Если вы попадаетесь на кучу чуваков, которые такие, ну, в принципе, я могу себе позволить сделать Галакронда полностью воззванным, да, и дать ему коготь, то вы просто берете страшное знание, заменяйте на Слежнюка. У меня залагал дэктрекер, скажу честно, я именно так и сделал. Моя фирменная замена, вот так вот. Я додумался, что хоть что-то сделать сам, похлопаем же. Сейчас сделаем демонические обряды, потом тайную служительницу, чтобы быстренько передровать, по темпу подняться, плюс ударить ему в лицо на одну... Во, кстати, вот она обновилась, вот эта колода, извините. Ударить на один урон в лицо побольше, получить какой-то темп, сразу 3 карты, восстановиться. Да, он сделал микрогалактику луну, но мы попробуем его обставить. Надеюсь, Малли Гассон не раскопает что-то очень жесткое. В общем, вызывайте 4 раза, делайте Галакронда, теряйте свою замечательную способность добирать карты, но получайте огромный темп и душите бедных оппонентов. Так оно и работает, поверьте вы мне. Делаем Безумного Дракона Пустоты, бау, сделали, отлично. Теперь давайте сделаем, наверное, вот это вот. Почему? Потому что Сектант, он, ну, естественно, вот зовет. Здесь преданного безумца нет смысла ставить. И плюс мы, возможно, его разведем на вспышку огня, естественно, сюда. Так он получит чуть меньше маны на свой 10-й ход, и нам будет очень приятно. Угу. Делай шкатулку ради Рофла, братан, я тебя прошу. Почему вы такие потные все? Не хотите ли немножко фана? Я бы хотел, я бы хотел фаниться не единственным в ладере, а на легкую лепеху попадаться в рейсинговой игре, получается, далеко не всегда. Слава богам, меня не беймят просто как мрази. Сколько тут? 8, 7 сейчас будет? 6 даже в ладере. Не то, чтобы я такой ЧСВ, да, который знает, что, точнее, делает вид, что его все знают в ладере, и поэтому он шифруется. Но как только я научился ставить режим не не беспокоить, а суперневидимку, челы сразу перестали, 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 ай, неважно, перестали беймить. Это ли не чудо? Плагиат эволюционировал. О, страшное знание со страшного знания. Вот что это значит. Вы можете бесконечно получать карты. И не только в руку. Колецгас, вроде как, сильный ход, но, с другой стороны, если он сейчас ничего не сыграет, после... Оу. Оу, какая неприятность. Ой-ой-ой. Хорошо. У меня зато есть гигантский элементаль. Он демон. Ладно, давайте забирать вот это вот чмо. Себе же хуже сделал, братан. Только он берет одну порчную кровь, у него ломаются все синергии. Хотя он Зефриса уже разыграл. Что у него там может быть? Зефриса сыграл, Ликвид Рено сыграл. Ну, как бы, сами понимаете. Боюсь очень сильно выставлять Галакронда, потому что там есть Рено потрясающий. Но, с другой стороны, может быть, оно и к лучшему. Сделать Рено, потом себе Перобласт 300 даст, и мы будем отдыхать. Отлично, превращение, как классно. За 0 маны уберите 9-9 существо. Окей. Сильный ход. Сильный ход. Шикарно. А вот мой сильный ход. О, нет. Почему я потянул ее первый? Пали сюда. За 1 ману убрал огромное существо. Кучу. Делаем Галакронда. Не буду добирать карты. Мне страшно за мою порченную... За... За... Мою порченную кровь. Ужасно. Ужасно плохо. Давайте страшное знание сделаем. Вытягиваем души. Здравствуйте. Это просто прекрасная новость. Да, демонический заряд тоже норм. Хотя мы можем раскопать Прихвостня, а Прихвостень нам очень пригодится. Два ремувала огромных существ. Как бы тоже норм, поэтому ладно, оставим. Прикиньте, как он удивится, когда я смогу ремувать его огромных существ. Сами понимаете, Биг Мак, you know. Это не очень сильный стол, но Рено Стабдека... Нет, не Стабдека, ладно. Хорошо, кстати. Хорошо, что он Рено не поставил. Стол не сильный, но вы помните, что у нас есть Кронкс. А Кронкс это смысл. Понимаю. Блин, он уже уничтожил почти весь мой стол. Серьезно, чувак. Он не шутит. Неприятно. А, ладно. Эта штука один максимум может стоить, так что... А, ну, собственно, она столько и будет стоить. Нет, два. Ну, нам этого хватит. Бафаем весь стол. Без проблем. Да, можем сделать демонический заряд вообще без вопросов. Бам. Отдыхай. Главное, максимальный дэмэдж нанести до того, как он... Весь наш стол разнесет, либо сделать Рено и такой, типа... Пали сюда! Я просто заставил всех существ исчезнуть. Пуф! Но, наверное, я сейчас заставлю лицо мага исчезнуть. Ну да, здесь... Назарий Смертокрыл? Я не верю. Прикинь, он Назарий поставит. Я в шоке выйду просто. Ага. Реально Назарий? Смертокрыл? Ну да. Вы не представляете, насколько много боли с этим вздохом. Просто не представляете. Вы просто не представляете. Серьезно, вы просто не представляете. Как я уже устал видеть вот этих вот... Вот это вот. Я несу жизнь. Так, хорошо. Блядь, кровь это... Ой, если я потяну карту, я умру. О-о-о-о. О-о-о. Когда ты потянешь свою кровь в порченную, можно спросить. Чтобы добить мой мораль полностью, ему нужно добра... О-о-о, привет. Ничего это делать было. Не, это не сильно, братан. Сильно это то, что я сейчас делаю. Слава тебе, господи. Слава тебе, господи, у меня остался один дракон. Сморт. Владимир, почти камбэкнул. Респект таким пацанам. Ура! Катка номер три. И, к сожалению, это приз. Самый противный класс. Он сейчас делает квест. Я просто захочу консиднуть, но... Зато, с другой стороны, я смогу объяснить вам вообще все тонкости этой деки. Ничего не говори. Нет. Нет, я не хочу с тобой общаться. Хирик, вот это я понимаю. А знаете, я возьму. Вот так вот. Хирик, привет. Сброшенные карты. Можем ли мы сбрасывать карты? Нет, не можем. Давайте. Ну, джеклик здесь был лучшим вариантом. Что ж, первое. Замены. Какие замены можно произвести в этой колоде? Могу сказать, что никаких. Но Зераку призваны не то, чтобы показывал какие-то с ног сшибательные плей. Слава богу, у него есть что-то, чтобы разыграть. Ну, это, скорее всего, монетка какая-то. Зераку не то, чтобы всегда показывает кучу-кучу вэлью. И может вам просто за кунг-фу жить победу. Найс, я глагол придумал. Поэтому, если у вас Зераку нет и вы прям не знаете, что делать, то его можно заменить на любую другую тяжелую легендарку, которая также сможет с собой дать вам нормальный такой темп. Или, по крайней мере, заставить вашего оппонента подумать над своими предыдущими решениями в этой жизни и убрать его со стола немедленно. Потому что Зераку сразу же становится фокусом всех противников. Потому что, сами понимаете, особенно если вы не в форме голокронда и можете тапаться, наносить себе урон на том же ходу и за две маны спавнить 6-6 существ. Правильно? Правильно. В остальном, конечно же, хочу сказать, что совсем скоро будет ротация. Совсем скоро, опять же, будет смена года, зал славы. Ну, все как обычно, сами понимаете. Уже не первый год. Все уже знают, что вообще ватсап, что, как дела, где, что происходит. Кстати, ГОК я 101-1К поставил. Все-таки там не будет оружия. Поэтому Лорд Готфри выходит. Также выходит. И... Прикиньте, я вот сейчас подумал, а ничего ж не выходит. Вот реально, Лорд Готфри выходит и все. Поэтому, если вы думаете, эх, блин, сейчас скрафчу эту деку и потом обосрусь после ротации. Нет, ничего такого не будет. Все карты... Останутся. Кроме одной. Если я все правильно помню. Конечно, я сейчас не ручаюсь за свою супер память. Но, по-моему, Лорд Готфри это единственная карта, которая здесь выходит. Кары же из... Да-да-да. Ха, прикольно, кстати. Сам не ожидал этого. Что касается геймплана, здесь все довольно-таки легко. Вы действительно стараетесь бафать Голокронда как можно быстрее. Получить его на седьмой ход, выставить его. И просто показать оппоненту, кто здесь батя. В случае с пристом это у нас вряд ли получится. Потому что прист просто противный герой. Да какой герой? Да и класс это весь. Противный. Но ничего, мы делаем сейчас очень приятного Валдриса. Получаем Голокронда. Единственным минусом является то, что он у нас не забафан абсолютно. Как раз таки, если на какой-нибудь Голокронд Роге, Зефрис Голокронд Роге, ваша цель не является полный забаф, а вы можете довольствоваться двумя вызываниями Голокронда, двойной его прокачкой, то здесь вы просто обязаны. На мой взгляд, опять же, субъективный. Если кто-то есть более жесткие задротные дедейки, то, конечно, можете оспорить. Но, как по мне, вы просто обязаны бафать Голокронда на максимум, чтобы получить эти дополнительные 10 урона и кучу-кучу темпа за счет 4-х демонов, которые, конечно же, очень-очень редко бывают крайне сильными. Чаще у вас там 0-1 будут всякие демоны, 1-6 провокация и все. Но, как бы, лучше увеличить шанс за счет количества призываемых существ, чем вызвать 1-2 говнодемона. Правильно-правильно? Тут выставляем обесала разрушителя просто, который этого преста ставит в очень неловкое положение своим уроном. Так, что мы можем здесь делать? Давайте сделаем преданного безумца. Значится, вот так вот трейдимся 1, вот так вот трейдимся 2, вот так вот трейдимся 3, вот так вот ставим 4. Прист, теперь у нас дважды пробафанный голокронд, нам нужно стабдайка еще получить по одному буквально, по одной штучке. Прист реально зажат, но, знаете, когда он дойдет до 9-ой маны, уже будет не смешно. Он выставил всего лишь защитника Хартута и психопомпа, но, сами понимаете, у него там есть еще карагибельная, карагибельная вторая, еще одна всеобщая истерия, ну, в принципе, достаточно. Вау, у него голокронд, что? Это уже очень интересно, действительно. А? Немос весь стол, я забыл, кстати, про эти... Про эти штуки противные. Давай тапнемся. Ой, я тапнулся на 11 карт, а как этого? У него ничего не сгорело, о май гаад. Надеюсь, что он сейчас потратит кучу маны для того, чтобы братья Бесала разрушителей чуть себя похилить, и мы Зараку на следующем ходу реанимируем, активируем. Вот будет найс. Не обращайте внимания, что мы улетаем по фатигу ужасно, да? На этой деке вы не реан... На мой взгляд, опять же, тоже. Не стоит быть ориентированным на какую-то очень долгую игру, на какую-то усталость. Нет, у вас куча добора, у вас куча ресурсов, вы можете задавить очень рано, и этим нужно пользоваться. А не бояться, ой, вдруг я переберу, а потом он на фатиге меня выиграет. Да он на фатиге тебя выиграет в любом случае, а ресурсов не хватит. Ты либо сейчас идешь и его разваливаешь, либо потом жалеешь всю свою жизнь. Так, дракон здесь у нас не единственный, у нас есть еще Зараку. Для него сейчас рано. Давайте сейчас, как я и сказал, подушим. Откроем душилову адскую. Можем поставить тайную служительницу, кстати, сейчас. Одна карта сгорит, но у нас по таймингам, я надеюсь, забафается Голокронт. Можете оспорить этот плей. Не говорю, что он идеальный, но мне кажется, что сейчас хорошо. Хорошо, проверяй, я всех своих вызывателей, точнее, ни одного не добрал. Прекрасно просто. Костян, ты просто джебохаешь. Пойду по твоим гайдам поиграю, подпишусь. Ага, здрасте. Да, супер, безумец подъехал. Красиво. Играю по гайдам плагиата, и как? Ну, до сих пор на третьем. Тридцать третьем, ты хотел сказать? Да, на тридцать третьем. Сумнечный дракон. О боже, откуда у вас такие статы? Да, я просто смотрю плагиата. Хз, я сейчас просто хочу пожечь всю свою колоду. Для того, чтобы задушить его как можно сильнее. Когда я говорю пожечь свою колоду, я действительно имею это в виду. Итак, ребят, у нас остается три карты, которые может вызвать. Могут, может, боже, что у меня уже с языком. И все они там. Неприятно. Ну, есть уже щит голокрунда. Ага, привет. Еще что-нибудь? Ну да. Вау, какой веселый. Ага, темные небеса. Да кому они нужны вообще? Давай так. Давай так. Давай так. Неважно, убьем мы здесь его или ударим в лицо. Все равно все будет хорошо. Сейчас проверим. Кстати, в Зорине Хаоса вот именно на этой стадии будут играть просто идеально. Потому что мы даем сейчас, возможно, в какую-нибудь крайне важную карту сейчас. Дебаф. И он ее будет играть не потому, что он ее хочет сыграть. Кландилизерка. Она тебе поможет как-то? Вот вы думаете, он хотел ее сыграть сейчас? Блин. Альбатросы. Сука. Зря ударил, зря ударил. Сейчас я похилит. Смотрите. Нет, он знал. Блин, два раза? Ты рофлишь? Окей. Угу. Ну, как бы... О, серьезно, чувак. Серьезно. Без шуток. Вообще без шуток, да? Делаешь вид, что ты профессионал, да? Ну, ладно. Профессиональная зачистка стола. Стоит ли оно того? О, господи, надо подумать. Надо подумать. Несомненно. Спасибо за альбатросов. Очень мило с вашей стороны. Ну что, прист? Давай мериться пиписьками. У кого хирик жестче? Хирика я не просто так взял. Я знал, что у нас будет момент в этой супердолгой катке против приста, когда мы сможем выставить хирика и бахнуть кронгса. Но у него там есть еще одно дыхание бесконечности. И, скорее всего, хирик такой... И умрет. Но было бы nice. Тут весь стол 3-3 получить. Предпринимай хоть что-нибудь. Да. Голокрунт. 12 карт. Надеюсь на то, что у него нет второй каргебельный. Давайте, ребята. Поехали. Пали какой у меня красивый. С когтем парень. Хорошая. Хорошие ребята тут. У меня нет ни одной карты, которая синергирует с моей рукой. Поэтому, если вдруг это будет всеобще истерия, я выставляю альбатроса. Пусть они там дерутся между собой. Надеюсь, что каргебельный второй не будет. Блесс РНГ. Конечно же она будет. И она прям там. Прикиньте, как это так? Опять же, я зря паникую сначала, да? Раньше времени, но... Если это самая левая карта, то это прям лютый задрот. Зачем он ее оставил? Ага, окей. Вот тут хорошо. Вот тут прям nice. Так. А теперь барабанная дробь. Бум-бум-бум. Бам. Шесть урона есть? Есть. Ха-ха-ха. Один оф. Я ничего не буду ставить, потому что безумный дракон пустоты. Это все заканчивает дело. Своим боевым кличем у меня есть как раз-таки Зыраку в руке. Шо творит прист Яхазе? Ну, это безвыходное, по-моему. Если он от этого камбэкнет, я в шоке просто встану. Опять же, если мы сейчас побеждаем, то это демонстрация того, что реализация вашего вин-кондишена... Добор, 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 добор. Давление, 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 давление за счет добора, за счет всех ресурсов, оправдывает себя даже в таких лютых матчапах. Мы просто не дали ему время для того, чтобы найти все карты, все ремувалы. Несомненно, мне здесь повезло, но мне кажется, что это благодаря тому, что ошибок практически я не допускал. Нажимай Escape, Консид, братан. Изи, по-моему. Беларусь душит, я камбэкнул. Лустрик? Нет, не слышал. Ну? Сука. Вот это самое такое противное. Еще давай провокацию одну. Как он здесь побеждает, это он сейчас массовую... Истерью делает. И все. Ну давай. Всего хорошего, всего доброго. Найс, поиграли. И не пишите мне в комментах, что я бэмлю. Вообще-то я через... просто через столько всего прошел, что у меня есть право неплохо сыграть, так сказать. Будь. Что ж, на этой риумфальной ноте геймплей подходит к концу. Наконец-то я показал вам. Наконец-то мои руки дошли до этой деки. Замечательная колода. Я ее просто обожаю. Советую всем, кто любит чернокнижника. Код колоды вы сможете найти в описании. Если геймплей вам понравился, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а за микрофоном был, как всегда, плагиат. Благодаря этой долгой катке с престом я смог объяснить вам практически все, что вы должны знать о этой колоде, о геймплане так точно. О заменах, конечно же, сами понимаете. Но в остальном все. Что ж, еще раз большое спасибо за просмотр. За микрофоном был, как всегда, плагиат. Увидимся в следующем ролике, увидимся на следующем стриме. И всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok